Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстия, образуемые двумя стальными, вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее, и несколько раз, перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму десятисаженного красного рельса. Сложным движением 15 станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону. Двигал ее назад, и цилиндры, и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части. Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной запутанной дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались быстротой 20 оборотов в секунду. Движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки в виде красивых длинных спиралей густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающей гайки, нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек. Когда, выйдя из токарного цеха, шелковников предложил акционерам, он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями, осмотреть гордость завода, 900-сильный компаунд, то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрипя сердце, чтобы только не уронить достоинство уполномочившего их собрания. 900-сильный компаунд помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука. Два поршня в четыре сажени, каждый мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. 20-футовое колесо со скользящими по нем 12 канатами вращалось так же беззвучно и быстро. От его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха. Осмотрев компаунд, акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились. Но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением. «Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь». Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного сердца завода, 19 цилиндрических котлов, 5 саженной длины и полутора сажен высоты каждой, не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда. И они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренне, с нескрываемым удовольствием, принялись жать ему руку. Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно и днем, и ночью подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные, отпропитавшие их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудило с Боброва в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они под страхом ужасной смерти должны были без устали кормить и кормить ненасытное прожорливое чудовище. «Что, коллега, смотрите, как вашего Молохова упитывают!» Услышал Бобров за своей спиной веселый и добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собой, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом. «Я вас, кажется, напугал, дорогой Мо», — спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. «Прошу прощения». «Да, немножко». «Вы так неслышно подошли. Я совсем не ожидал». «Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся. Послушайтесь моего совета. Берите отпуск, домахните куда-нибудь за границу. Ну что вам себя здесь расстравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие, пейте хорошее вино, ездите верхом побольше. Насчет ламура пройдитесь». Доктор подошел к краю кочегарки. «Вот так преисподняя», — воскликнул он, заглянув вниз. «Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?» «Нет, побольше. Тысячи полторы. Ой-ой-ой. А ну-ка, как такая штука вздумает того? Лопнуть. Эффектное выйдет зрелище, а?» «Очень эффектное, доктор. Наверное, от всех этих зданий не останется камня на камне». Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. «Отчего же это может случиться?» «Причины разные бывают, но чаще всего это случается таким образом. Когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не до красна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживает давление, и котел разрывается. Так что, это можно сделать нарочно? Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомерии, нужно только повернуть вентиль. Видите? Маленький круглый рычажок. И все тут». Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, — подумал доктор, — милый он человек, а все-таки психопат». «Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич?» — спросил Голдберг, отходя от кочегарки. «Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили, а сервировка так прямо на удивление». «А ну их, терпеть не могу инженерных обедов!» — поморщился Бобров. «Хвастаются, орут, безобразно льстят друг друга, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливаются вином себя и соседей». «Во время которых ораторы обливают вином себя и соседей отвращение». «Да-да, совершенно верно, — рассмеялся доктор. Я захватил начало. Квашни — одно великолепие. Милостивый государь, призвание инженера — высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доминой печью, с шахтой он несет вглубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и... какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер жулик, а? Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства». Ну, конечно, бешеные рукоплескания. Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе. «Да, благодетельное искусство. А вот рабочие бараки из щепок выстроены, больных не оберешься. Дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения. То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове. Да что вы, доктор, разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте». Доктор остановился, тяжело переводя дух. «Да как же не быть?» – сказал он с горечью. «Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой, если еще не умер, то вечером умрет непременно. А у нас ни медикаментов, ни помещений, ни фельдшеров опытных». «Подождите, да играются они», – прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому.